Летом 1579 года в объятом пожарами в городе Казани произошло чудесное явление иконы Божией Матери. Девятилетней Матроне приснился сон, где явилась Богородица и указала место, под которым находился святой образ. Родители не поверили словам дочери, и только после того, как Пресвятая Дева приснилась девочке трижды, приказав «Если ты не исполнишь моего повеления, то я явлюсь в другом месте, а ты погибнешь», мать Матроны испугалась и согласилась пойти на пепелище. Там, по толще земли, в целости и невредимости, была откопана святыня, которую в присутствии архиепископа Еремии с крестным уходом доставили в Благовещенский собор. Предание донесло до нас весть о немедленном чудесном исцелении. Два слепца, Иосиф и Никита, прозрели. Впоследствии излечившихся молитвами Святой Богородицы было немало, и младенцы, и коллеги. Свою силу казанская икона проявляла на полях военных сражений. Сначала она помогла национальным героям в лице Кузьми Минина и Дмитрия Пожарского одержать победу над польскими интервентами. Исторические летописи описывали события, происходившие во время осады Кремля так. Наши молитвы услышаны. Предстательством Богородицы суд Божий об Отечестве приложен на милость. За утро Москва будет в руках осаждающих, и Россия спасена. Эти слова стали божественным откровением архиепископу Арсению в ночь перед осадой Кремля, отъявившегося ему святого Николая Чудотворца. Предыконный отмаливал грехи отца Ивана Грозного, его сын Федор. Молился предыконный царь Петр Великий накануне важнейшей Полтавской баталии. В честь этого образа в 1801-11 годах строился один из самых больших соборов России – собор казанской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге. Первый царь из рода Романовых Михаил Федорович считал Богоматери защитным оберегом для себя и для всей страны. Он же утвердил празднование иконы Казанской Божией Матери. Царь же Михаил Федорович, вся Руси и мать его, великая стареца Инока Марфа Ивановна, начата к тому образу веру держать великую и повелешь опраздновать дважды в год. Первое празднество – июля, в восьмой день святого великомученика Прокопия, в той день, как и явилась Пречистая Богородица в ограде в Казани. А другое празднество – месяца октября, в 22-й день. Списки с этой особо чтимой иконы разошлись по всей стране – от Кремля до Иркутска. Вокруг них выстроили прекрасные храмы. Этот образ стал неотделим от образа России. Однако во время правления императора Николая II оригинал иконы был похищен из Богородицкого Казанского женского монастыря. Случилось это в 1904 году и стало настоящим ударом для всей России. В конце июня в храме проходили многодневные празднества. Были собраны большие пожертвования. Икона хранилась в богатейшем окладе. Это и стало главной целью похитителей. И прошло недели, злоумышленников вычислили и даже задержали. Некоторые варфоломей Чайкин с сообщниками пытались скрыться с драгоценностями. Однако самое страшное, что самой иконы при них не нашли. Как уверяли преступники, они изрубили ее топором, оставив только камни, деньги и серебро оклада. Правда, по одной из версий Чайкин не уничтожил образ, а продал безымянному коллекционеру. Или, как считали некоторые, старообрядцы. В этом случае в России еще есть шанс снова обрести драгоценную реликвию. В настоящее время остались только списки с иконой Казанской Божьей Матери, но они творят чудеса. И помогают верующим в их молитвах и просьбах. Ибо, как известно, по вере ваше да будет вам.